Давайте шаг 10 рублей. 51 рубль оставляем, вот этот шаг 10 рублей. 51 раз, 51 два. 71. 71, Ксюши, я люблю тебя. Ксюши, мы ездили в Индию, давайте ей поклопаем. Мы там очень классно развлекались. Ксюша с Виталией, а я с Асей. Мы почти не виделись. Хорошо, 71 раз. 100 рублей. 100 рублей раз, 100 рублей два. 110. 110, кто сказал? А трусы снимать, кто сказал? 110 раз, 110 два. 120. Рома Сухих, друзья, вы с ним. Не спорить, я вам отвечаю. А я же тебе как, ты снимаешь это? Да, конечно. А ты реакцию людей снимай. Друзья, это самая эмоциональная часть вечера. Дальше начнется спектакль. Это будет очень грустно. Мы специально сделали мягкое покрытие и подушки, чтобы вы нормально могли отоспаться. Вообще, я вам скажу, что все театры, ты снимаешь вот эту часть мою? А ты полностью в кадре. Снимай мое лицо. Силиком. У меня самая выразительная часть тела, это лицо. Вот так. Миша листи себе. Значит, друзья, смотрите, почему мы вообще сделали мягкий пол. Я надеялся, что спрашивать будут. Обычно в театр как люди красиво оденутся, придут в театр, садятся так. Сидят, потом они начинают рубиться уже в первом. И все. И либо они весь второй акт уже смело рубятся просто. Пойду, второй акт. О, звонок, пойдем порубимся. Все. Либо они делают вид, что смотрят, но внутри они рубятся. И мы подумали, зачем вот этот все, весь перерасход ужасный, декорации, костюмы, сценаристы пишут пьесы, это не нужно никому. Люди ходят в театр поспать. Почему? Это на самом деле, это, ну, как сказать, это здорово. Потому что человек, когда он сталкивается с чем-то возвышенным, он понимает, что его естество... Парни, вы зачем на черном? Когда человек с чем-то возвышенным сталкивается, они на стенах хулигане, я бы сказал, не на незакрашенных. Ну, ладно, нормально. Прям прикольно рисовать. Парашо, они написали. Парашо. Парашо. Порошок. Порошок. Пусть все будет порошок. Молодые наркоманы. Я этой стороной держал картину, когда я на аукцион ее выставлял. Нет. Она поярче была. Да, ну так вот. И люди ходят в театр спать, потому что в этот момент происходит их переход к более осознанному состоянию. Поэтому, когда во время нашего спектакля вы почувствуете, что... А это нормально. Мы специально, мы так и играем. У нас сонные спектакли специальные. Ирка. Друзья, это Ирина. Аплодисменты. Она супер вообще, Ира, выходи. Она вам сейчас круто. Она вас сейчас влечет. Что происходит? У нас открытие театра. А Ира у меня занималась в школе актерского мастерства. Кстати, у нас 15, 16, 18 будет тренинг по импровизации. Выходите. Я чему учу людей? Вот так же, как я сейчас вышел. Два часа пройдет, вы не заметите. Вы будете думать, что посмотрели спектакль. Я вот так вот буду стигню всякую плести. Я принесла тебе, это не надо будет. Да, ты что? Да, я в шоке. Ирина очень классная. Она на любую тему офигенно гонит так, что плавятся мазки. Вот дайте любое слово. Сало. Сало. Друзья, за кулисами тишина. Слушайте, ну когда мы пошли с Сало... Подождите, Сало было совсем не там, не уходи. Мы только мы пошли, дошли, да, красные штуки, красная штука была у них в квадрате, и там было Сало. Представляете, я впервые в жизни увидела Сало. Сало было нереальным, оно светилось. Бросало такие классные желтые штучки. И эти штучки вскакивали, бежали и говорили, не, дорогая, ну ты что хочешь? Хочешь ты многого. Например, ну закончить школу многих, на самом деле социальные заморочки, и поэтому я, конечно же, поняла, что педикюр это огонь, это только для мужчин. И поэтому я, конечно, не буду никому соответствовать. Ну, я, конечно, кое-что погрызла. Но, я не знаю, я не хотела бы об этом признаться сейчас, потому что, ну, завтра все равно мы пошли уже, и там вот эти желтые штучки будут сверкать, и когда мы будем на них смотреть, то мы увидим, конечно же, Сало. Сало падает на нас, и все, наверное, будет порошок. Но вместо с тех, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что мы можем пойти в другую область нашего сознания, и там будут такие, это что-то типа терки, это очень большое. Представьте себе, вы стоите перед теркой, вот, и оно падает на вас, но падает так, знаете, вот я как раз сегодня хотела задать этот вопрос, когда ехала к вам. Вот, друзья, это Ирина Тимченко, аплодисменты. Роман Сухих.